Лук прорицания Тикуу И где использовать этот экзот В этом видео Что за перк делает этот лук особенным? Ну, строго говоря, их тут сразу два И описание их нельзя назвать понятным с первого раза Так что давайте коротко, как использовать этот лук У лука два вида ведения огня Основной, это когда вы стреляете без прицеливания В котором он выпускает три стрелы с автоматической наводкой на три цели Захват по противнику довольно сильный Так что даже если вы дернете лук в момент выстрела к небу Стрелы все равно найдут свою цель Второй тип стрельбы, прицельный огонь Так лук выпускает одну мощную стрелу, как и любой другой лук Вся фишка его в том, что вы комбинируете эти два режима стрельбы Дело в том, что когда вы поражаете несколько целей стрельбой от бедра Вы дебафаете противников Это можно заметить по небольшому свечению врагов Дебаф держится около 10 секунд Если вы выстрелите по цели под действием этого дебафа прицельным выстрелом То произойдет взрыв, как у револьвера солнечный выстрел Интересно, что дебаф работает и с другим оружием Например, вы можете выстрелить по трем противникам из лука А потом добить их из револьвера или пистолета-пулемета в первый слот Враги все равно взорвутся Более того, вы можете просто стрелять только от бедра, вешая на противников дебаф А ваши союзники могут их добивать Взрыв все равно произойдет Так что работает это примерно вот так В пве этот лук может занять свое место для выполнения сезонных активностей, фарма, прохождения налетов или выполнения других стандартных заданий А вот в сложных режимах, вроде рейдов или сумрачного налета, применим экзот едва ли У многих напрашивается сравнение с тройственным гулем, электрическим братом этого лука Что ж, гуль будет куда эффективнее на зачистке противников Поскольку разряды молний охватывают большую площадь поражения И заряд может держаться на экзоте проще Однако, если вам зачем-то понадобится наносить урон по большим противникам или боссам из какого-то из этих двух луков То в этом случае прорицание тику будет профитнее В пвп этот лук звезд с неба не хватает Он не может сделать то, чего не мог бы другой экзотический лук Для того, чтобы убить стража, вам все так же потребуется один выстрел в тело, один в голову С той лишь разницей, что первый выстрел в тело можно делать от бедра И в таком случае сработает мощная автонаводка Кстати, стрела с наводкой может найти цель даже при рикошете от стрелы Что довольно круто Да, звучит имбово Но работает на практике это все так же посредственно Ситуации, когда вы можете нормально повесить бодишот, а затем добить в голову Противника обычно в матчах не случаются так уж часто Куда чаще вы будете просто получать медальку за ассист Поскольку ваши напарники будут добивать дебафнутых соперников Ну а те будут взрываться Не обращайте внимания, что горнила сейчас выглядит вот так Ребята просто катализатор делают И кстати да, давайте перейдем к катализатору Квест на катализатор вам выдаст оружейник банши А его выполнение займет до хрена времени У меня сокланы поели контента и сделали каталик за сутки Для того, чтобы я вам показал как оно Для остальных людей спешить не нужно Этапов по квесту на катализатор довольно много На первом этапе вам нужно собрать 100 сфер силы Убить 50 стражей и 100 мобов На этом этапе кстати использовать сам лук не обязательно Так что он не то чтобы сложный А вот второй этап уже сделает вам больно Тут нужно использовать сам лук и для убийства соперников в пвп И для убийства мобов И проходить с ним активности вроде гамбита, горнила или налетов Много активностей, порядка 45-50 в зависимости от того Выигрываете вы в матчах например гамбита или нет После этого вы только получите катализатор Который конечно же нужно еще активировать Убивая тонну мобов из лука в любой активности Стоит ли такой долгий квест того? Катализатор наделяет лук перком причинный колчан И его описание настолько путанное что я его тоже упрощу Катализатор увеличит урон При выстреле из лука с полностью натянутой тетивой вам дается небольшой бонус ко всем последующим выстрелам из лука Урон от взрыва также будет увеличен Но держится он недолго и прирост по числу тоже не шибко-то большой Насколько это полезно для конкретного лука При том что сценарий его использования мы уже обсудили Судите сами Я знаю что среди вас есть фанаты луков И может именно вы и останетесь им довольны Ну а остальным стражам терпение доделать катализатор В этом сезоне полно нового крутого оружия которое стоит фармить И я бы не сказал что этот лук может перебить по значимости хоть какое-то из них Спасибо за просмотр Жди нового видео чтобы не пропустить Подпишись и до связи Субтитры сделал DimaTorzok